МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Мы расскажем вам сегодня о человеке, чьим именем во времена Оны. Монгольские мамы пугали детей. Этот человек прожил богатую, насыщенную жизнь. Он был искусным воином, мудрейшим политиком, а закончил жизнь схимником. В его имя воздвигнуты многие храмы в пределах его отечества земного, а также в других странах и городах, к примеру, в Таллине, Софии, в Тбилиси. Может быть, вы догадались звать его Александр Невский. Имя Александра означает защитник людей. Чудесно пришло это имя к Александру, поскольку он настоящий защитник людей. Он жил в XIII веке и был сыном новгородского князя. Первая воинская победа, за которую он и стал немским в памяти народной, была достигнута им в 1240 году, когда на истерзанную монголами Русь с севера и запада стали идти западные захватчики. Первыми были шведы. Некий вождь шведов по имени Ярл Биргер подошел почти что уже близко к Новгороду и сказал, что он послал письмо Александру со словами, что я жгу твои города. Уже Псков был разорен Биргером. Александр после усердной молитвы в храме вышел к народу и ободрил людей словами, что Бог не в силе, а в правде. Сии на колесницах и сии на конях. Процитировал он Псалом Давидов. Мы же во имя Господа Бога нашего призовем. А поясавшись мечом, 20-летний молодой человек повел в бой свое войско и сам в этом бою храбро воевал, так что оставил на лице Биргера печать копья своего. Шведы были биты, а Александр вернулся с триумфом и стал, повторяю, с тех пор невским в сознании нашего народа. Спустя два года на Чудском озере в Псковской области нынешней Александр дал сражение на льду этого озера крестоносцам, пришедшим опять-таки с запада и после победы славной на долгие годы оградил Русь с запада, поскольку уже с этой стороны враг к нам не шел. Но оставался враг с востока, с которым невозможно было воевать. Орда была могуча и сильна и всякое восстание против нее грозило залить русскую землю кровью. Александр понимал это и достигал того, о чем просил его отец Ярослав. А Ярослав просил, чтобы Русь при Александре заключила долговременный мир с монголами и ни в коем случае не воевала, но укрепляла силы и ждала времени, когда можно будет сбросить иго. Александр так и делал. Четыре раза он ездил в Орду, находясь на грани жизни и смерти, организовал в сарае епархию православной церкви для пленников, по сути открыл двери для евангелизации востока. И с него началось массовое крещение татар, монголов и их покоренных ими народов. После четвертого и последнего путешествия во Орду Александр занемог и по дороге во Владимир скончался. Его тело везли на дрогах уже в морозы, а когда привезли во Владимир и стали отпевать, то когда вручали ему разрешительную молитву, вкладывали в руки, Александр поднял руку и взял молитву в свои руки. Это чудо доказало, что человек сей был свят при жизни и отмечен многими дарованиями от Бога. Умер он, кстати, будучи уже в схеме, как монах Алексием. После Вани, самого частого нашего именинника, вторыми, наверное, являются Саши, потому что это очень любимое в нашем народе имя, и мы сегодня напоминаем вам его значение. Александр значит защитник людей. Подумайте, дорогие Александры, являетесь ли вы соответствием своих имен и можете ли вы и хотите ли, умеете ли защищать тех, кто нуждается в вашей защите. Кроме носящих это красивое, благозвучное и святое имя, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела, Григория, Митрофана и Федора. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин